Летние каникулы – сезон детского травматизма. Только за полгода более тысячи детей по всей республике получили различные травмы, ушибы в результате падения, ожоги и отравления. Чаще всего виной тому недосмотр взрослых. Увеличилось и количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Подробности в сюжете Марии Урцевой. Так, едем на вызов. Солдатова, 14. Травма у ребенка. Обычный рабочий день отделения скорой помощи. Ежедневно сюда поступают десятки звонков об отравлениях, несчастных случаях и заболеваниях. Нередкие и вызовы к детям. За период с января по июль 2017 года общее количество травм составило 65 случаев. Ожогов 13. Медикаментозных отравлений уменьшилось по сравнению с 2016 годом. Четыре случая сфиксировано. Увеличилось количество детей, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. В прошлом году зафиксирован один случай. В этом году за 7 месяцев зафиксировано 3 случая. Чаще всего дети болеют респиратурными и вирусными заболеваниями. Об этом говорит статистика. На втором месте болезни желудочно-кишечного тракта. На третьем травмы и отравления. 1127 произошло у нас, получили травм дети. Это за полугодие, за 6 месяцев. Это и травмы, ушибы при падениях, это отравление. Происходит отравление лекарственными, химическими препаратами. Очень много действительно ожогов. Поэтому, конечно же, если у вас есть маленький ребенок, то нужно быть очень и очень бдительными. За последний год увеличилось количество детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Только за первое полугодие произошло 5 таких случаев. В трех из них виноваты малолетние, перебегавшие дорогу в неположенном месте. В 2015 году из-за матери, находившейся за рулем в алкогольном опьянении, погиб ребенок. К сожалению, подобные печальные события происходят и сегодня. Нужно постоянно напоминать детям о правилах дорожного движения. Каждый день говорить о том, как нужно переходить дорогу, где можно кататься на велосипеде, где нельзя. Как правило, дети получают травмы по вине родителей. Необходимо помнить, что их организм гораздо слабее, чем у взрослого человека. И даже при небольшом недомогании у ребенка необходимо обращаться в больницу. Советуют врачи. Мария Урцева, Илья Засухин, Владислав Солдатенко, телеканал «Алмазный край». Мария Урцева, Илья Засухин, Владислав Солдатенко, телеканал «Алмазный край».